Привет! Защити свою квартиру от мошенников. Полезные советы на 2020 год. Рекомендация владельцам недвижимости. Добавьте в ЕГРН через МФЦ свои актуальные контактные данные. Это может быть телефон и адрес электронной почты. Это нужно для того, чтобы своевременно получить уведомления в случае попытки провести дистанционную сделку с вашим жильем через электронную подпись. Внести данные в ЕГРН или поменять их на актуальные можно путем подачи заявления в МФЦ. Связываться с собственниками недвижимости Росреестр может по электронному и почтовым адресам. Поэтому имеет смысл указать оба актуальных адреса. Контакты обещают использовать только для официальных уведомлений и не предоставлять по запросам третьих лиц. Несколько месяцев назад вступили в силу поправки к федеральному закону о государственной регистрации недвижимости. Они нацелены на то, чтобы защитить собственников жилья от мошенничества при сделках с электронной подписью. Теперь владельцы недвижимости могут внести в ЕГРН запись о возможности государственной регистрации сделки через электронную подпись. Если собственник не внес такую запись, то оформить сделку с его недвижимостью электронным способом не получится. С 1 ноября 2019 года в России также начало действовать правило, согласно которому Росреестр теперь станет уведомлять хозяев недвижимости о поступивших на регистрацию в электронном виде документах. Уведомления будут направлять как по почтовому адресу, так и по электронной почте. С вами был юрист и эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Если еще не подписаны, обязательно подпишитесь. Берегите себя и свою собственность. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»